Всем большой привет! Эйприл на связи. Играем в секретные материалы 2. Как мне помнится, в прошлой серии у нас была небольшая сложность с прохождением к нашей стиральной машине. И я подумала, что может быть нужно поговорить еще раз с этим товарищем. Может быть он нам что-то скажет, и мы его просто оттечем. Я не знала. Что нового? Ничего. Но вы можете составить мне компанию. Спасибо. Может в следующий раз? То есть я не знаю. У него вот... Похоже, он чего-то ждет. Господи-то, боже мой. С этими фотоаппаратами. Что нового? Ничего. Но он ничего не говорит. Знаете, у меня реально ощущение, что я что-то пропустила. Вот прям конкретное ощущение, потому что... Но я буду... Так, сейчас. Нет, я думаю, что я буду вырезать тогда эти моменты, когда я буду просто не понимать, что делать. И тогда... Да, слушайте, давайте я сейчас быстренько пробегусь по локации еще раз. Все это вырежу, посмотрю, что вообще происходит. И тогда уже вернусь к вам, и мы продолжим. Потому что я сейчас, я не понимаю, как... Мне кажется, нужно вот эту... Вот эту открывашку, да, в форме якоря. Ее нужно запихнуть как-то в... Звонок. Он не запихивается. Снова пришло время разрушения. А, он запихивается? Подожди, так она же... Что? Вы... Я разве это не делала в прошлой серии? Я не знаю, я просто, может быть, это было очень поздно. И я просто тыкнула куда-то не туда, но... Господи, у меня... Я же с ума схожу, или что происходит? Мне показалось, что в прошлой серии я так же и сделала. Она сказала, что звонок намертво прикрученный. Я подумала, что, господи, надо ей какую-то либо отвертку, либо... Я уж не знал, что искать. Что вот делать? Вот еще... Знаете, еще одно доказательство тому, что надо, пока ты в одно место не тыкнешь пять раз. Тебе не докажут, что... Ты, точнее, не поймешь, что все вот точно, да? Нет, нормально. Ну, ладно, хорошо. Ладно, проходим тогда все нормально. Недолго он звонил. Подожди. А что мне теперь с ним делать надо? Подожди. Стирка закончена, но машина не отключилась автоматически. Все электропрограмм сломан. Недолго он звонил. Стирка. Мы вот эту штучку взяли, правильно? Звук странный и вряд ли кому-то впечатлит. Может быть, есть способ заставить его звучать громче и не так странно? Громче и не так странно. Я его сломала. Пусть так оно и останется. Подожди, а мне куда-то его пришпандорить нужно, или... Подожди. Не знаю. Не, ну это пред, конечно. Пусть так. У меня же все сливается в одну картинку. Ну, вот мы звоночек берем, да? Но... Как его сделать? Пусть так. Странный и вряд ли... В смысле, нам нужно что-то сделать... Вот эти вот... Это я скрутилась со звонков прачечной. Она скрутила, а чем-то скрутила? Подожди, может быть... Нет, если мы обернем в ткань, так... Там как раз таки звуковообщение пучит. В том-то и дело. Не понимаю. Вообще не понимаю, что мне нужно делать. Обыкновенная открывашка не слишком изящная. Может быть, мне тоже ее нужно куда-то... Я уж не знаю, ребят, я не понимаю... Я не понимаю... Но на место, конечно же, смысла нет возвращать. Ну, надо как-то подвесить. Да, чувствую, что все-таки придется... Идти и искать что-то еще, так что... Точнее. Но он не приколачивается сюда. Вот сюда. Но мне его нужно приколоть или мне нужно это сделать около вот этого китайца, чтобы... Что мне нужно делать? Звук странный и вряд ли кого-то впечатлит. Так. Непонятно. А у меня вообще есть еще варианты какие-то нет. Может быть, вот эту штучку забрать. И что я не знаю. Ну, посмотрим. А, нет. То есть мы можем просто ее двигать, мы не можем этот... Вот эти ролики забрать, которые мы... По-моему, возможности его открыть никто не предусмотрел. Что-то, может быть, с микрофоном что-то сделать. Не знаю, где портье, но явно где-то... Ну да, ты уже это говорила. Здесь не хватает целого механизма. Колокольчик сам по себе мне не поможет. Да, вот видите, меня застрял намертво. Меня не пускают. То есть, как-то... Сюда и вот этот... Вот эту шапочку надеть. А... Да. А, господи. Вы звонили? Правда, непонятно как. Я же как раз учил звонок. Моя сумочка еще не нашлась? К сожалению, нет. Но я доложил капитану об этом печальном инциденте. Он сказал, что лично этим займется. Примите мои извинения за такое беспокойство. Все хорошо, вы не виноваты. У меня все спасибо. Он же... В прошлой серии еще нам сказал о том, что... Нет, у меня там нет времени. На это. Сушь, так как и китайцы чего он... Он же там до сих пор стоит. Мне кто-нибудь объяснить, что делать? Может быть, сказать этому, что все, извини, там, сломан твой звоночек? Нет? Здравствуйте. Добрый день. Жалобы не очень-то помогают, да? Не очень. Все еще ждете постиранные вещи? Да. Похоже, это на весь день. Если вы ждете звонка, то к тому все идет. Почему? Потому что вы можете прождать очень долго. А в чем проблема? Звонок сломан. Во мне. Видите? Звонок сломан. А я думаю, что стирка еще не закончена. Не закончена? А когда вы включили машину? Четыре часа назад. Просто сегодня стирка идет медленнее обычного. Милый друг. Я с первого взгляда узнаю сломанный звонок. И это точно один из них. Нет, он не сломан. Просто стирка еще не закончилась. Не закончилась? После четырех часов? Да. Вещи в этот раз очень грязные. Звонка нет. Он не может звонить. Вот что я называю сломанным звонком. Нет, нет. Стирка еще не закончена. Он зазвенит, как только стирка закончится. Вы можете провести здесь тысячу и одну ночь. Пора заканчивать. Звонка больше нет. Звонок прекратил свое существование. Он отправился на встречу с создателем. Это всего лишь безжизненная оболочка звонка. Его час пробил, и он покоится с миром. По нему прозвонил колокол, и он поет с ангелами. Это бывший звонок. Ну ладно, тогда лучше забрать весь из стирки. Да здесь охрипнуть можно, пока освободишь стиральную машинку. Вот я тоже об этом подумала. Господи, какой настырный китаец, это капец. Потом еще, и знаете, я чего испугалась? Я подумала, что он все-таки не собирается собирать свои вещички, и то есть нам придется очень плохо. То есть мы сейчас кладем... Мы сейчас кладем этот... Белья здесь нет. Халат. Он в общем достаточно чистый, но все равно это не повредит. Белый. И... Красный носок. Красные носки. Чуть позже. Достаточно. Ой, носки полиняли. Неважно, белый халат они все равно не идут. Да, это вот... Часть нашего образа. И теперь нам нужно... Посушить... И помните, у нас же... Сушка сломана, поэтому нам нужно идти на верхнюю палубу... И высушить... Этот халат здесь. Мне так кажется... Халат быстро высохнет. Чуть позже сойдет. А носки надо с... Я не знаю, носки высохнут моментально. Но чисто. Хорошо сойдет. Чисто на всякий случай нам. Так, розовый банный халат. Значит, у нас есть еще... Подожди. Да. И... Ну что же, все еще не слишком привлекательно. Но для скачек выскоть и сойдет. Вот. Ну, у нас якобы шляпка. Ну, то есть вы видите, да, что... Вот есть дурацкая шляпа. Ха. Надо все это совместить. Будем считать, что мой наряд в стиле блондинка из анекдотов готов. Не стоит надевать маскировку без надобности. Ха. Да, хорошо, тогда отправляемся вот... Сейчас. Естественно, у него на глазах мы это делать не будем, но просто хотя бы спросить. В течение спросить, а предложить ей это сделать, вот она. Вот. Теперь осталось только принять суперпалатый вид, и я легко сойду за ее двойняшку. Ну да, только ты брюнетка. Ну, или рыжая. Ну да, скажем так. Это мисс Джордан, да? Мисс Джордан, она блондинка. Давайте. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте, мисс Джордан. Уже неплохо. Можно ключ от моей комнаты? К вашим услугам, мисс Джордан, верно? Все еще так. Вы мне не поможете? Какой номер вашей каюты? Черт. И откуда мне знать? О, не могу припомнить. А разве вы не знаете? Нет, извините. Я только номера телефонов хорошо запоминаю, а вообще у меня с памятью проблемы. Пожалуйста, узнайте номер. Возьмите себя в руки. Извините, но это не поможет. Пожалуйста, узнайте. А я сразу же его запишу. Этого больше не случится. Клянусь. И, пожалуйста, не сообщайте капитану. Он меня уволит, а мне очень нужна эта работа. Ладно, я никому не скажу. И как же мне узнать номер каюты Катарины Джордан? Может быть, портье поможет? Мне нужно припудрить носик. До встречи. Ну, давайте к портье тогда. Пожалуй, переоденусь. Ну да. Потому что нет смысла разгуливать, как мисс Джордан еще встретитесь такие. Так, ну давайте с ним поговорим. Он уже здесь, его не надо вызывать. Не подскажете номер каюты Катарины Джордана? Могу я поинтересоваться, зачем вам эта информация? Я решила навестить ее? Тогда навестите бассейн. Она, скорее всего, там. О, да, спасибо. А если я хочу оставить сюрприз у ее порога? Тогда давайте его... Какой сюрприз? Ты хочешь оставить у ее порога? Хе-хе-хе. Она не хочет думать даже. Она не хочет думать даже. Да, эээ... Так и поступим. Моя сумочка еще не нашлась? К сожалению, нет. Но я доложил капитану об этом печальном инциденте. Он сказал, что лично этим займется. Примите мои извинения за такое беспокойство. Все хорошо, вы не виноваты. У меня все, спасибо. Подожди, мне надо есть что-то... Уверена, что используя диск как зеркало, я смогу заглянуть за стойку. Правда, партия... Мы, кстати, уже заглядывали, но это не помогло. Если стукнуть по нему сейчас, он не зазвонит. Разве что я крикну, ай! Ну, не тянет. Не сдачь. Сейчас я просто думаю... Может быть красные носочки... В подарок... Значит, я не знам, ай! Нам реально нужно есть что-то в подарках. приличные одежды но не подарок и сюрприз с понятия сейчас еще раз давайте попробуем помочь бесполезно выпытывать у него номер каюты он будет повторять то же самое про бассейн ячейки и надежные способы вручения подарков моя сумочка и к сожалению примите хорошо а ну да у меня все спасибо м м наверное нужно сделать что то слишком высоко не перепрыгнуть и не заглянуть надо сделать что то плохое правильно чтобы я не знаю чисто так в скидку сейчас подождите здесь пока ничего нет мне кажется очень рано для беседы с тем мужчиной м так нам нужно может быть заглядывать и попытаться тоже бред сложно должно быть это каюта номер пять м просто по он обстановки наверно не поймет где живет так должно быть это каюта номер м мазель что есть еще одинаково абсолютно м м м может быть капитану спросите нет ну это бред я понимаю но мало ли он что то скажет может здравствуйте я просто хотела убедиться что все в порядке да в порядке но я должен следить чтобы судно не сбилось курса прошу извинить меня м м м м м м так здесь у нас ничего да допустим на верхнее не надо на нижнее не надо туда нам не пройти и дайте еще раз может поговорим с пацаном я не знаю как это нам поможет мирно играет и даже не с моими вещами пусть так и будет не буду его дергать и наводить на ненужные мысли может быть с этой курицей даже если это катарина джордан украла мою сумку она никогда не признается нужны доказательства дресс код катарина розовый халат уродливые очки от солнца и что это шляпа ладно будем считать что это шляпа там этот мужик лежит я думаю что он меня не видит и это к лучшему бассейн это слишком громко сказано большая ванна может быть но чтобы охладиться места хватит не совсем понимаю одного диска вполне достаточно спасибо пока да с этого зубочистки у нас есть стольный теннис столь для пинг-понга на корабле также уместен как книга вегетарианских рецептов на бойне они не мои если мне нужен ключ я должна притвориться пассажиркой которой он принадлежит подожди подожди сейчас еще раз ну вот теперь осталось только принять да ты это уже сказала сейчас попробуем еще раз поговорить может быть что то еще здравствуйте дополнительное узнаем джордан уже неплохо можно ключ от моей комнаты к вашему слухе еще так вы не пожарите а ну это наверное мне нужно припудрить но юный оскар раскусит мой маскарад за секунду и если он откроет рот лучше не рисковать ну ладно то что вещь ведь он нам нужно отогнать партии от стойки правильно что мы туда могли завести посмотреть все на что тут нички есть новая каюты мисс джордан наряд катарина джордан состоит из трех весьма заметных предметов можно попытаться собрать похоже костюмы воспользоваться слабостью бармена его плохой по памяти на лице пока тот ищет ключи от каюты но я это уже читала ха 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 так может быть какой то сушки а может быть нам нужно что то сделать не очень хорошая в белья здесь нет белья здесь нет что нужно сделать недолго он звонил что пытаюсь понять сейчас тут записка сушилка сломана может нам ее надо отковырять и их просто вот о чем я сейчас подумал подумала надо сходить наверно к партии и какую то придумать причину чтобы что что надо какую то причину придумать чтобы ему отойти от стойки и тогда мы можем туда заглянуть она и так чистая белья здесь нет с точки кусочки кусочки я не знаю зачем я это делаю как я и думала пятна остались куда в них положить нет правда бред конечно не понимаю что переодеться мы переоделись но или нам нужны и к этому партии под подойти в ее наряда даже склеротика не проведешь но этого же ты привела товарища партии это не понравится что нам ему дать вообще странно но партии то здесь с процент вообще упор не понимаю чего не чего делать надо как его отогнать может включить телевизор хорошо что больше не нужно смотреть на персонажи с тонн с теми и не понимаю стойка слишком высоко партии очень приветливый на толку от него мало что вам помочь что еще мы можем бесполезно выпытывать у него номер каюты джорджа моя сумочка к сожалению нет примите все хорошо вы у меня все спасибо насчет сумочки о чем мне ему сказать что будет так вот взять и оставлю немного нам надо как то его выгнать я запечатан и причина ломать печать я пока не вижу не понимаю но допустим ладно сушки господи что за 5 застряли давайте уже все еще раз продолжим эту отличную историю интересную но моментами запахно я не знаю будут бегать опять искать себя пытаться выяснить что происходит и что мне нужно делать да вам не говорю большое спасибо за просмотр надеюсь вам нравится мы с вами встретимся уже следующих сериях и до скорого